На рисунке представлено расположение двух неподвижных точных электрических зарядов плюс-ку и минус-ку. Направление вектора напряженности суммарно кличку заряда, поле этих зарядов в точке А соответствует стрелка. То есть это задача на нахождение результирующего поля. Ну что ж, приступим. Что такое поле, которое создает какой-то точный заряд Q? E будет записываться как Q на R на R в кубе. Здесь я не учу каких-то констант. Я просто смотрю, как будет, допустим, у нас вести себя этот E как вектор. То есть когда Q у нас, соответственно, положительный, плюс-ку, вектор напряженности поля будет направлен от него. Когда Q отрицательный минус-ку, то вектор напряженности поля будет направлен к нему. То есть что я имею в виду? Вот у нас есть некоторая точка А, и у нас есть два заряда. Естественно, все, что можно сказать сразу про напряженность этого поля, что она будет находиться на линии этих двух зарядов. Сменяющие эти два заряда. При всем при этом, для вот этого заряда, плюс-ку, поле будет направлено в эти точки от него. Даже, может быть, нарисуем вектор покрупнее. А почему? А потому что расстояние между плюс-ку и вот этой точкой зависит, в общем случае, как единица на R-квадрат. И напряженность поля также здесь, как единица на R-квадрат. То, что я здесь написал R в кубе, R, это означает то, что у меня есть какой-то единичный вектор, просто направленный. Это просто направление, как раз. На самом деле, зависимость напряженности поля от расстояния пропорциональ функции единица на R-квадрат. А здесь, от плюс-ку, будет вот такой вот вектор. То есть, первоначально мы определяем расстояние от плюс-ку до точки А. И потом ищем величину, соответственно, напряженности поля, как единица на R-квадрат. Следующий шаг. Мы ищем напряженность от поля минус-ку. Естественно, напряженность поля от минус-ку будет направлена в противоположную сторону и будет приходить в эту точку. Но длина вектора будет существенно меньше, чем длина вектора плюс-ку. Это вызвано тем, что минус-ку расположен, естественно, дальше. А поскольку напряженность поля с расстоянием падает, то есть R растет, E падает, то, естественно, и величина вектора напряженности, то есть его и по-моему, она будет меньше. Если мы теперь хотим рассмотреть суммарный вектор, который у нас здесь получается, он будет направлен вдоль наибольший из этих векторов. То есть он будет что-то типа вот этого. Таким образом, можем сказать, что ответная задача является пунктом 4. Вот и все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...